Торнадо разыгрывает крутые призы. Главный приз — топовый игровой ПК. Купи Торнадо и зарегистрируй чек. Получи NFT-карточку и участвуй в еженедельных розыгрышах крутых призов. Коллекционируй карточки и повышай шанс выиграть призы. Информация о акциях и организациях акций на сайте nft.tornadoenergy.ru Panzer IV Drop 70 — одна из моих любимых САУ в этой игре. Безумно красивая и раньше она была не менее эффективная. А вот как сейчас, будем выяснять вместе с вами. У нас хорошая лобовая броня. По сути, у Як-Пантеры такая же, только у нас боевой рейтинг ниже. Это 80 мм под наклоном и пушка от Пантеры при боевом рейтинге 5,3. То есть как у неё. Грубо говоря, мы блин Пантера. Это просто Пантера, а это блин Пантера. Погнали, посмотрим, что можно на ней навоевать этой штуке. Итак, погнали. Это у нас... Это у нас Т1Е1. О, мы хорошо попали. Это САУ. Это апгрейд Ягдпанцера IV. С установленной вот этой пушкой от Пантеры, которая решает вопросы по огневой мощи. Поскольку изначально у сковородки орудие от IV Панцера. И очевидно, что она уже не так хорошо пробивает противника. И броню нарастили ей. У раннего Ягдпанцера IV там 60 мм под наклоном, что в принципе пробивается противником. А вот 80 мм под наклоном, ещё и в таком компактном форм-факторе с скромным силуэтом, это реально жесть. Особенно на дистанции. У нас-то хорошая баллистика. У нас пробитие под 200 мм, вон 190. И если спрятать эту штуку где-нибудь в кустах, то, ооо, можно сотворить очень много неприятных вещей. При этом у нас хорошие углы горизонтального наведения, которые позволяют нам в целом неплохо себя чувствовать. Так, не понял. Не понял. Не понял ещё раз. 45 мм советской брони танкует 200 мм пробития. Мда. Главное на ИС-2 не выезжать. А всё остальное очень вкусно. И я думаю, что соответствует нашим возможностям. Гусеница минус, далеко не уезжай. Блин, у меня такой наклон под неё неудобный. Я вижу, там едет то ли осушка, то ли что это такое. Из бинокля неудобно стрелять, а иначе я не вижу куда. Дааа, слишком высоко беру. Баллистика хороша на этой пушке. Блин, пора, мне кажется, уже отсюда валить. На, доигрался. Куда, интересно, она у меня умудрилась пробить? А, в НЛД она мне засунула. Не самое очевидное место, куда прошибаю эту штуку. Блин, у меня слева теперь уже техника. Это прям нехорошо. А там ещё кто-то есть? Да. Где-то вот там за тем камнем. Но с ним я ничего сделать не могу. Ну и вот, по крайней мере, трансмиссия во лбу позволяет потанковать. Сама по себе броня тоже с трудом пробивается советскими орудиями. 85-миллиметровыми. И похожими на них. Блин. А мы вполне себе способны противника за это покарать. Вон, опять кто-то летит. 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 А дальше? Поедет. Поедет. Угу. Попал. Но плохо. Оранжевая трансмиссия. Что за ужас? Эй! Русский. В бою. Грустный. Такой. Там кто-то появился и встал за ясена вот это? Или это что такое? Не ясно немножечко. Так, прошу прощения за эту монтажную склейку. Мне тут позвонили с великим предложением кредитной карты. Я не мог не узнать, а кто же мне все-таки звонит. У меня причем самая тупая в моей жизни позиция. Я просто стою на холме. Так сказать. Прям посреди карты. Противники берите и убивайте. Но нет. Они не могут этого сделать. А, чуть-чуть не дотянулся. Блин. Он проехал дальше и мне капельку углов не хватило. Может я все-таки успею по нему отработать? Основная проблема, что я их не вижу. Он... Он встрял в дерево, блин! И поэтому замедлился. И поэтому я по нему не попал. Найн! Звуки немецкой агонии. Агрессивные звуки крутов. Там кто-то появляется. Вот теперь уже опасно, потому что они вон все направо поуезжали. А я, если поверну направо, бортом окажусь к вражескому респауну. Опять без урона. Я не знаю, что с ними делать. Это заколдованные ПТ-76. Я иначе объяснить не могу. Они два раза сожрали мои снаряды абсолютно без урона. Там вообще не грамма. Чистая ненависть. Это кто? Это была ИСУ-122. И как же хорошо, что стреляла она не по мне. Ну вот. Все, что защищенное умирает. Все, что без брони живет. Я не знаю. Эта игра иногда делает моей логике больно. Вводим хоботом. Ищем цель. Точка падает. Ага. 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 Опять минус трансмиссия. Нас пробили кумулятивом. Но мы все еще потанковали. И наконец-то смогли поймать этого негодяя. Но вообще по-хорошему мне бы менять позицию. Смотрите. Даже при такой игре. Абсолютно неадекватной. На этой самоходке. Где я просто стою на холме. Перед всей вражеской командой. Я до сих пор живой. И в общем-то даже фраги делаются. Чуть-чуть, но делаются. Три фрага. Это достойно. Поэтому... Да. Мне кажется хуже она не стала. Куда он меня пробил интересно. А, вон прям вот сюда. Он кумулятивом влепил. Потому что от каморников. Я думаю я неплохо защищен. Его каморники явно мне бы ничего не сделали. У них еще так-то вся... Это еще что? У них так-то вся команда еще. На! А у ка... Как эта картонка взорвалась? Я попал ей в этот очень маленький боекомплект. Не знаю каким чудом. Блин. У меня есть проблема. Это КВ-120... Нет. Это Исян? Это КВ? Что это? Это был КВ-85. Здравствуй. У меня долгая перезарядка с двумя членами экипажа. И этот тир стал менее веселым просто потому, что я долго перезаряжаюсь. Там еще кто-то был, но... Мне надо отвлечься посмотреть. Он в низину куда-то, по-моему, спрыгнул дальше. Поэтому попасть по нему я не могу. Джамбо там стреляет по кому-то. Но мне кажется только вот там. Вот там искать. Он, да, кого-то нашел Шерман. Там что-то с респауном можно ждать. Но в целом надо защищать точку А. Вот я ее и защищаю. И фраги делаю дальше. И кайфую. Не, блин, Ягдпанцер, мое почтение. Обычная пантера не факт, что могла бы так тут существовать. Я бы сказал, что не могла бы. У нее есть уязвимая башня. И она, в принципе, огромная. И на нее больше внимания обращают. А я здесь в таком полу-невидимом режиме стою. За кустиками. Спрятанный. Очень удачно. Да, где-то они там справа воюют. И... Ладно. Развлекайтесь. Подъехать поближе, что ли? Респаун у них посмотреть? А, так их уже и нет никого. Мы пятерых хлопнули. У меня еще команда вон тут отработала неплохо. И на этом их команда решает закончиться. Единственная проблема, большая, наверное, Ягдпанцер, это, конечно же, отсутствие какой-то глобальной подвижности. Не слишком быстрая техника. Но это ладно. Едет и едет, как бы. Как и все другие немецкие танки в основном. А вот то, что от самолетов защититься нечем, это прям грустно. Так же, как и то, что крыша у нас очень тонкая. И в эту крышу нам напихивают, ну, все, кому не лень. Было бы желание только у вражеской авиации. Обычно у них желание есть. Рассказать нам за жизнь. Так что вот так. Все еще крутая штука. Будем сейчас дальше проверять, как она себя будет вести. Там вон наши поехали респаун давить. А в итоге их там перестреляли. Не всех, но какую-то часть. Но я думаю, в любом случае, тут уже не получится им всем умереть. Нас вон и слева, и справа уже все рассосались. А если я пойду в лоб на эти 34-ки, то меня они нормально пробить не смогут. Тот редкий случай, когда броня действительно не пустой звук. А она прям работает. И нередко. А в топе списка это же вообще хрен выкуришь. Особенно если это действительно стоит за каким-нибудь камушком. Так, чтобы незаметно. Есть беда у этой штуки, наверное, только в городских условиях. Потому что она очень низкая. И она не может стрелять зачастую просто там, где нужно стрелять. Блин. А что мне делать с этой штукой? Я по такой подвижной цели с трудом могу попасть сейчас. Это вот танк? По-моему, это танк. Вот это. Что это? Это исян? Не знаю. Сейчас узнаем. Ага. А я... А как мне по нему попасть? Кто-нибудь мне расскажет. Видишь, он меня не должен. Технически ему можно сунуть вот в эту кумбашинку. А это ИС-2, кстати говоря. Это смерть моя? А, я ему повредил орудие. Но он меня сейчас за это... Всечет, нет? Водит жалом, ищет врага. Найти не может. Тоска, тоска. ИС-2 нам не соперник. Реально не соперник. Реально не соперник. Если уметь стрелять из бинокля, то... Уф. Что эта штука делает? Третье место в команде. Шесть фрагов. Как с куста. Без дублеров и допинга. Поехали, ворвемся к ним на респаун. Сказал я. И пропустил просто 34-ку. Нет уж, мы такое безнаказанно не оставляем. Я все-таки лбом к респауну развернусь. Я надеюсь, тигр тут сам разберется. Потому что я что-то немножко побаиваюсь за респ. Так, я виден противнику. Вот оттуда приедет или он умер? Тот, который там был. Или вот это сейчас развернется, мне впаяет. А, уже все. Нормально. Прям ноль вопросов. Там, где нужно поиграть в тир, эта штука может поиграть в тир. А противник с ней в него поиграть не может. В следующий бой. Знаете, в чем еще большой плюс вот этой самоходки? В том, что она прекрасно встает в сетап. Берете тигр, берете пантеру, берете оствинт. И у вас получается просто идеальный арийский сетап. Из миллиона крутой техники. И все на одном и том же БРе. Ого. Меня, это, накрыли стволом. И все пошло по сковороде. Да. Жаль, конечно, они прям действительно быстрее, чем я. Ну что, а здесь есть эта точка. О, господи. Одна единственная точка. И прекрасная кемпозиция для сковороды. Попробуй ее отсюда еще достань. Потому что здесь тебя будут видеть под неудобным наклоном. Твою вот эту толстую наклонную броню. И ты будешь видеть практически всех, кто попрется наверх. Вот отсюда. Я помню, как я болью великой всегда выковыриваю отсюда врага. Это практически невозможно. Особенно, если это сковорода. Потому что сковорода здесь хорошо себя чувствует. У нее достаточно углов для этого и брони. Вот она просто встает. Скрывает НЛД. И происходит, ну, невероятный кайф. Если враг пытается быкануть, напасть, то вот это происходит с ним. Бам. Казенник. Да, с ним происходит казенник. Ай. Классик. Классик. С моими руками кривыми. Да. Тридцатьчетверочка. Здравствуй. Восьмидесятипятимиллиметровым орудием меня не взять. Меня могут только сто двадцать два миллиметра отсюда вышибить. Все. Больше никто. А, ну еще и сто миллиметров может. Конечно же СУ-100П здесь окажется. Ну, это низ списка. Это самый низ списка, в котором мы, собственно, оказались. Блин, у меня тут больше нет ничего. Давайте самолет возьмем. Пойдем ей отомстим за это. Будем обиженкой. Он у меня стоковый, по-моему, вообще. Ни подвесов. Ничего вообще. Стамиллиметровая пушка советская с пробитием за две сотни миллиметров. Конечно, такую броню возьмет. Блин. И оказалось, конечно же, там именно она. Ни тридцатьчетверки. Ни первой ИСИНы. Это надо было вот попасть на 6,3. В самую жопу списка. Тут, конечно, можно больше найти орудий, которые нас пробивают. А еще я забыл взять дублеры. Это печаль. Ну, даже так. Мы уже успели бахнуть ПТ-шку, если бы не мои кривые руки. Ее, мне кажется, вшатают еще до того, как я прилечу. И успели вшатать. Вон она. Смерть. Да, сказал я, и по итогу не убил ее. Она просто урон не получает. Правильно. Зачем получать урон, если можно не получать? Ну, с другой стороны, дай бог у них не появятся зенитки. И я ее доем. Она, конечно, очень нагло здесь стоит, прикрываясь трупиком. Я вообще не понимаю прикола. Вон у нее просто там взрывается все внутри. А она все равно живая. Эта игра иногда делает моему мозгу больно. Особенно вот в такие моменты. Когда картонная техника танкует просто бесконечное количество. Я их просто отвлеку. О! А я ПТ-шку ведь в теории могу вшатать. Мне бы только день простоять, да ночь продержаться. Так, давай, Густав. Ты у нас стоковый, тебе нужно прокачиваться. А для этого нужно убивать. Так, я сломал ему трансмиссию, он не уйдет. Что-то такой прям тяжелый этот Густав без энергии. А энергии-то у него нет. Что-то он такой... Грустненький. А, движок перегревается. Ладно, это не как на Фридрихе. За одну секунду перегрев, когда наступает. Навсегда. У меня бесконечное количество боекомплекта, поэтому... А, ну и меня сейчас все-таки срежут. Я думаю, они уже должны были сильно на меня обидеться за то, что я делаю на этом самолете. А у них собирается появляться авиация? Нет? А по кому я могу пострелять? Тут просто все такие, кому я ничего сделать не могу. Опасно малая скорость. Мне нужны ПТ-шки какие-нибудь. Вот, типа вот этой СУ-100П. Или ПТ-76. Чтобы еще что-то сделать. Просто умирать совсем бессмысленно не хочется. Я даже в зенитку готов разменяться пойти. Или не разменяться, а просто в нее убиться. Ну, чтобы это не совсем было бессмысленно. А тут, как назло, всякие ИСИНы только и все. А я им, ну, вообще никак и ничего. На том респавне тоже что-то тяжелое вон ездит здесь. Ну, ИСЯН, судя по всему, какой-то. Да, я тут могу все время на форсаже летать, получается. Давайте подождем. Сейчас кто-нибудь появится, кого мы сможем пробить. Мы по ним отработаем. Вон у нас союзный Фридрих какой-то. Или кто там это. Ну, блин, они забрали точку. Вон кто-то едет. Ну, опять, наверное, что-то 34-ка какая-нибудь. Там ничего нет. Да, здесь всякие 34-ки и ИЖИ с ними. И вот это все я не пробиваю. Могу так обозначить только свои намерения. И на этом все. Ну, появится что-нибудь совсем ЛТ-шное, Зенит какая-нибудь. Вот это вот, по-моему, ЗД. Да? Очень выглядит по форме корпуса, как будто это БДР... БДР... БДР. БТРЗД. Ну-ка. А он в дым и ушел. И я ему даже ничего не нанес. Там повреждения абсолютно минимальные. А он сейчас раздуплится и как меня только вшатает со своих 23-мм спарок. Не зря же его называют скрежет. Опасно малая скорость. Я его потерял. А, вот он. У меня кончились патроны, да? Ну, он не умирает просто. Он урон не получает. Вон у него чувак. Сверху получил пулевое ранение и пожелтел. Тих. Классик. Давайте в следующий бой. Смотрите, какая пасмурная погода. Ну, с другой стороны, ладно. На этой штуке главное встречать противника в лобешник. В идеале, конечно, на ней вообще где-нибудь стоять, как я на предыдущей позиции. Ну, вот на предыдущей позиции долго мне не постоялось. Но в этот раз мы вроде как в топе. А значит, не будет никакой СУ-100П, которая меня может уничтожить. Да и в целом, опять же, это ж надо было из всего многообразия советской техники наткнуться именно на неё. Потому что это буквально вот она и ИС-2, которые меня убивают ваншотом. Разумеется, я наткнулся именно на них. Шансы были невелики. Притом, за всю следующую игру я не видел никого, кто мог бы меня пробить. Там ИСы ездят, всякие первые, 34-ки. Вот всё вот это вот, вся шушера, которая мне ничего не делает. Ну, с трудом большим пробивает меня в НЛД. Ну, вот оказалось, что... Это всё... Будет потом. Ну-ка, подождём здесь, на всякий случай, на подъезде. Блин, как прикольно. Стоишь себе, выглядишь как кусочек забора. И не паришься за жизнь свою. Точку они берут. Противники и союзники. Хотя вот противники там есть. Я так понимаю, их сейчас за это огорошат. Да, там много их, ё-моё. 34-ка концепта вон. Навалило басов. И он от этого откис. Ну чё. Попробую теперь на 34-ке своей навалить басов мне в лобешник. Как думаешь, получится? Я думаю, что нет. Вот так вот я и думал. И это правда. Есть ещё? Это просто всё очень вкусно. А самое главное, не может мне ничего сделать. Ну там была где-то. То ли она умерла, то ли... То ли если по шарой. У нас на этом фланге больше нет никого. Спешить себе дороже будет. Поэтому я бы куда-нибудь вот к зданию подъехал. И будем оттуда разбираться. Хм. Можно чуть дальше. Зайти вот к этим зданиям. Кто-то едет. Блин, у меня тут... Проблемка в виде того, что кто-то едет. Давайте-ка вот сюда, в угол. Забьёмся пока под шконку. А, тигр его вшатал. Или нет? Я ещё кого-то слышу. Справа-то союзника я слышу вот этого. Значит, здесь можно быкануть на него, да? Если меня тигр прикроет. Главное, чтобы низ два. Нет, тут кавешка обычная. Бедняга. У него не было ни шанса. Он меня не пробивает никак и никуда и никогда. Блин, союзнику тут снимают скальп. А я могу ему как-то помочь? Или они там сами справляются? По-моему, не справляются. Нет, вполне справились они с этим Т-14. Издалека его доели. Ну, тут, блин, игроков нет. Я не знаю, почему оно собирает такие бои. У нас достаточно онлайна, чтобы игрались полные бои. Но... О! Смотри. А что это? Это СИС-30! Ха-ха! Шок-контент. И что мне с ней делать? Она не сдохла. Она сейчас уедет и за это мне отомстит. Кто это такой? Угу. Умник на 34-ке. Кто ты без ума? Блин, тигр всатал эту КВ-шку, которая еще раз сюда приехала. Да? Нет. Да, еще одна КВ-шка мертва. Забавно. Тут еще есть. Это мы любим, это мы едим. Не пробил? Погиб. Есть еще один. Едет на меня своим двигателем пилик. Это ПТ-шка 76-ая, судьба звук. Ну, я не знаю, какая-то хрень. Типа машинки. Потому что звуки попукивающего двигателя не похожи на танковые. А, да? Это АСу-57. Тоже норм. Причем точку мы так и не захватили. Ну, ты просто катком проезжаешься в топе по противникам. И мало кто может тебе что-то сделать. А те, кто могут, только в борта в основном. Ну, все могут в борта эту штуку пробить. Все могут обидеть. Не каждый может сдачи потом получить так, чтобы не откиснуть. Все, мы на респауне у противника. Делать нам, правда, тут нечего, потому что мы игру не выигрываем все еще. Я 34-ку прошляпил. Давайте-ка я поверну маленько. Надо ткнуть, что она тут. Ждем ее. Здорово, вкусняшка. А еще есть? Я бы еще съел. Как я к панциру плевать просто на врагов. Слушайте, на врагов еще много, так, если вот подумать. Интересно, они все на авиации или... Или просто где-то там на танках катаются? Тигр все еще едет дальше. Здесь может кто-то появиться. Не вижу смысла вылезать на них. Подождем, посмотрим. Отсюда. Раз, два, три, четыре, пять. Пятеро их еще. Авиация какая-то злая разбилась. Там зенитка была. И та мертва. Ну и все. Сыграно. Тут моя команда молодцы. Они и без меня этот бой тащили. А я так, просто ехал и старался успевать доесть остатки за тигром. Потому что что-то они слишком уж решили ворваться. И мне бы ничего не осталось стоя там до скончания времен. И захватывая точки. Так что... Что-то как-то им не повезло, американцам. С Советским Союзом здесь. Ну что, не буду вас томить долгим ожиданием победы. Пойдем в следующий бой. Итак, четвертый панцер отправляется воевать в Иберийской крепости. И здесь проблемка. Больших дистанций, где мы лбом-лбом смотрели бы на врага, маловато. Вот здесь да. Но борта тебе легко выйдут и напихают. А борта очень тонкие. Поэтому придется переться куда-то в город. И встречать противника просто... Выезжающего на тебя из-за холма. Из-за угла. И ловить его там. Потому что как иначе, понятия не имею. Вот это оптимальный для меня будет вариант развития событий. Основная проблема, что в ближнем бою четвертый панцер, он сильно ниже обычно, чем его противники. И его наклонная броня как раз в этом случае дает слабину. Ну, логично. Раз противник выше, угол становится брони меньше. А значит, тебя гораздо проще пробить. Например, встречая какого-нибудь ИСа второго, даже первого, с большой вероятностью он сверху вниз прошибет тебе НЛД. ВЛД-то вряд ли возьмет. А вот НЛД точно. И это печально. Ну как, не совсем вот это НЛД, а вот это. Полку корпуса, наверное. Чем рубки. Будет правильнее так сказать. Да и в целом, блин, тут советские, американские танки. Тут всякие чафики. Сейчас пойди ищи, короче. Ё-моё. Они везде. Их много. Но как же мне... Знаете, редко на каком танке чувствуешь свою практически тотальную безнаказанность, когда прешься на противника лоб в лоб. Ты наоборот хочешь этого столкновения. Ты летишь, чтобы встретиться с ним в лоб и дать ему по щам. Потому что ты знаешь, что если он тебя обойдет, он тебя победит. А если он с тобой в лоб вылетит, то шансы на твою победу гораздо выше. Здорово. Как тебе, Джамбо? Нормально все у тебя? Блин, у меня все нормально. А у меня нет. У меня там зенитка какая-то рядом с ним. По ощущениям. Вот здесь. Она умерла? R3, T20? Да, по-моему, умерла. Это немножко странно, что она против нас, потому что мы как бы... Немцы, против нас итальянцы. Да, вот эта машинка ездила. Урона немножко не хватает для того, чтобы легко ваншотить всех, куда ни стрельни. Но это не проблема. Потому что ты пробиваешь, в принципе, куда угодно, кого угодно. Мне прям нравится. Не надо даже особо думать. Ну, в редких случаях, вот там, Джамбо куда пробить. Но в целом он в лобешник прям нормально шьется. В НЛД. Там в точке А у нас... ...какие-то проблемы. У меня здесь кто-то. Знать бы где точно. Друг, сундук, кто бы ты ни был. Дай бог ты на 34-ке. Я с таким превеликим удовольствием пору тебе лицо. Эх. Лопнула советская броня. Не помог Сталиниум. Выпили всю воду Байкальскую мы. На этой карте. Воевать в пустыне не с руки. Советской техники. Главное в борт не получить. Это прям самое для нас опасное. Точку А бы сбить, потому что Ц не наша, и... Ну, у нас Бульдог вместо захвата... Ага. СУ-100П, а вот. Ненавижу вот эту позицию. Как хорошо, что она там уже померла и показала всем, что лучше-то не ехать. Пример. Это Джамбо, что ли? Ой, блин. Вот это обидно. Ой, братан, ты зря сюда вылез. Знаешь, что с тобой за это будет? Наверное, он не подозревал, на кого он выперся. Ну что ж, теперь уже поздно. Не отвертеться. А, да? Вот так? Ну, попробуем еще раз туда закинуть. Причем, знаете, в чем еще плюс вот этой техники по сравнению с Пантерой и Тигром? Нет дульного тормоза на стволе. У Ягдпанцера 4-го нет сраного дульного тормоза, в которую постоянно ломают орудие. И выбить этому танку орудие — это целый квест. В то время как Тигру или Пантере, ну, практически любой с первого выстрела ломает орудие и его обезоруживает. А большая львиная доля успеха этой техники в том, что ей тяжело сломать пушку. Сложно ее обездвижить полностью. Да и если обездвижить, в любом случае тут хорошие углы. Горизонтального наведения. Так что это реально зло и зло. Мне кажется, это одна из лучших техник немецкого сетапа 5.3 передо мной. А, да? Его не видно просто было. Это был Исян. Ого, вот это я его умудрился пробить. Я ИС-2 танканул, кстати говоря. Держу в курсе. Ну, он просто под неудачным углом попал. Но я его вообще не видел. Как он меня видел, не знаю. Блин, у меня большие проблемы. Это не тот противник, с которым как раз я бы хотел воевать. Вот кого угодно лбом. Но, пожалуйста, не его. Бедная ПВКВ. У меня не хватило возможности. Он ведь, наверное, перезаряжается долго. Спасибо, что отдал мне НЛД. Нас слева, судя по всему, да, где-то объехал опять негодяй. Блин, точка Б потеряна. Надо Б забрать как-то. Ну вот, просто сравните вот эту хрень и меня. И да, я на Ягдпанцире. Да, точка А падает. Ну, не падает еще, но... Близко к тому. Даже ИС-2 можно перевоевать. Надо попробовать помочь Б сбить. Да. Тут и без моей помощи, я так понимаю, справиться. Вроде убил троих. Ну, как эпично настрелял всем. Просто больше и не встретил, к сожалению. Моя команда, опять же, без меня делает дела. Между Б и С где-то таскается много врагов. Поехали туда. Скорости маловато для того, чтобы быстро перемещаться между флангами. Ну, жаловаться на это, на мой взгляд, с такой... С такой броней. Это немного нечестное дело. У многих такой брони нет вообще. И быть не может. Так, пойдем правее выходить. Я тут кого-то слышу. Да-да-да, вон зенитка какая-то. Было бы неплохо его найти и покарать. Главное в борта не пустить. Это БТРЗД. Он от меня просто убегает. Блин, мне страшно. Командир, стрелок, двигатель. Хорошо хотя бы двигатель вшатал. Так. Кого добить надо? У него там в передней части корпуса чуваки. Но он пересадит наводчика. Вот этого. А ну. Давай, говно-пулемет, работай. Бам. Прям в жбан. Бедолага. Он, наверное, знал, что с ним произойдет. Такой. Нет. Не надо меня выталкивать. Не толкай. Я такой. Нет, ты пойдешь на место наводчика. Он такой. Нет. И просто умер. Его развоплотило. Дезинтегрировала моя МГшка. Все. Все, я думаю, это поебда. У них не должно быть никаких шансов. Нет. Ну, команда молодцы. Просто полкоманды сегодня играли. И занимали позиции. Убивали противника. Не давали им нормально развернуться. А я пойду фраги доделаю. Какие-нибудь на респауне у них. Раздают. Дают, бери. Бьют, беги. Первое место. Классик. Это я не использую даже другую технику из этого сетапа. По сути так-то. А есть еще и тигр, и пантера универсальная. Ну, вот это великолепный таран для начала игры. Просто летишь в лобешник и убиваешь, ну, много чего. Прям очень много и прям очень легко. ЗДшка слишком быстрая. Она, наверное, уедет. Опять боеукладку надеялся вшатать, но... Минус гусеницы. Минус обе. Вот в чем опасность игры против таких штук. И они умирать отказываются с первого выстрела. Я не знаю, каким образом я той боекомплект подорвал. Потому что дальше, как вы видите, вообще просто они не хотят умирать. Никаким образом. У них, кстати, последний чувак захватывает у нас А. Ну, я думаю, выиграть все-таки у них уже не получится. Так что даже не знаю. Вряд ли какие-то другие бои на этой штуке получатся. Посмотрите, они просто ничего не могут нам сделать. Если бы эта штука из боя в бой не меняла... Ну, не обновляла свой внешний вид. Мне кажется, она была бы у меня просто с полностью стертой краской. Но по итогу так и не пробита. Ни разу нормально. Давайте посмотрим на финал этого боя. Ну, точнее, на результаты именно. Хочется посмотреть, сколько мы зафармим за это. Точку А захватывает какая-то зенитка. И ее убили. Это была R3-T20. Кстати, Thunderbolt сбили. Все, они остались вообще без техники. Мне просто интересно. Может, надо даже как-то подфармить чутка. Сколько у нее коэффициенты? 225%. Мало, но... Учитывая, что ты вон едешь просто и сметаешь все подряд. Еще и точки на ней можно даже как-то позахватывать благодаря броне. Опять же, не каждая карта подойдет. Но там, где вы знаете, что можно лбом идти на противника, и он на вас не выскочит внезапно в бочину, по сути, ее можно не... Ну, ее нельзя перестрелять. Ее можно только закрысить, вот эту самоходку. Блин, она даже лучше стала, чем была, мне кажется. Она реально хороша. Итак, каковы же результаты за первое место в команде? И за предыдущие бои? Ну-ка. Да, вы даже денежки какие-то получаете там по 30 тысяч. Не так уж и много, но тем не менее. Тут 30, тут 20, тут 50, тут 30. Прикольно. Я рекомендую, прям крайне рекомендую. Великолепная техника. Если понравилось видео по данному аппарату, не забудьте поддержать, пишите, что еще видеть хотите. Из немецкой ветки, и не только из немецкой. А обязательно к этому делу придем. Ну и на этом все на сегодня. Благодарю всех за просмотр. Не забудьте поддержать это видео. Буду благодарен. И всем удачи. До новых встреч.